добрый день дорогие друзья как хорошо когда есть возможность вместе открывать библию размышлять над словом божиим сегодня хочется продолжить говорить о той серии тем которую мы подняли мы снова продолжим говорить о церкви когда мы открываем библию писание очень много говорит нам на эту тему мы попробуем все эти идеи собрать вместе и немножко поговорить чисто с практической стороны давайте приготовим библию потому что сначала прочтем очень интересный отрывок когда мы открываем второе коринфянам 2 глава мы читаем с 14 по 16 стих такие слова но благодарение богу который всегда дает нам торжествовать во христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте ибо мы христово благоухание богу спасаемых и в погибающих для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к сему то есть когда я смотрю на вот этот отрывок апостол павел который смотрит на церковь в целом на каждого верующего члена говорит о том что каждый из нас это запах для окружающих очень многие люди не придают этому значения вообще вы можете увидеть вокруг себя по поводу запаха две крайности некоторые люди не следят за собой за своей одеждой поэтому от них исходит такой неприятный запах но есть другая крайность когда используют очень редкие или насыщенные парфюмы особенно когда это закрытое помещение или в жару но давайте вернемся к нашей теме запаха запах что это такое когда мы смотрим словари запах объясняют это специфическое ощущение присутствие в воздухе летучих пахучих веществ которые обнаруживаются химическими рецепторами обоняния расположены в носовой полости животных и людей вот это образование запаха происходит из-за отделения молекул вещества от тела или от какого-то предмета ну так говорит нам википедия есть специальная наука которая занимается именно изучениями запаха атерология это наука запаха и сегодня ученые различают несколько нам направлений в этой науке медицинская криминальная и психологическая интересно когда мы смотрим на человека бог наградил его пятью чувствами и обоняние это важный элемент нашего восприятия который позволяет нам познавать мир запаха вокруг много все не такие разные хотя для многих из нас обоняние играет не такую важную роль как зрение и слух я бы хотел привести несколько фактов о запахе есть интересная такая бабочка и самец этой бабочки остриас чувствует запах самки за 11 километров это интересный факт представьте бабочка из-за 11 километров может унюхать подругу для себя когда мы смотрим на собаку у собаки в носу находится двести тридцать миллионов обонятельных клеток а у нас только 10 11 то есть 20 раз меньше но тем не менее собака не может найти то что вообще не пахнет чехи которые до недавних пор были единственными из производителей взрывчатки не добавляли в нее пахучие вещества и они сильно затрудняли мировой общественности борьбу с террористами то есть натаскать собаку на яблоки труднее чем на наркотики собака натасканная на фрукты работает в американских аэропортах где провоз мелких партий овощей и фруктов запрещен чтобы не импорт и не импортировать с ними вредителей интересно что животные не могут различать и реагировать только один нужный человеку запах это происходит в том числе потому что бонятельные клетки полностью меняются в течение месяца то есть если бы собака могла различать только один запах можно было бы выпускать например пахучие доллары что сняло бы проблему с валютой контрабанды когда мы смотрим на людей у людей самыми любимыми являются запахи свежего хлеба свежескошенной травы и кофе вот почему сегодня многие продавцы в магазинах сделают специальные отделы чтобы был или выпечка или кофе то есть запах булок и кофе не только возбуждают аппетит но и повышают желание покушать поэтому много наплыв людей в этом отделе где есть кофе у многих животных есть любимые запахи у собак к примеру это запах аниса у кошки валерьяны или мяты львы любят хорошие духи интересно от верблюда привлекают запах табачного дыма может именно поэтому на пачке камела сделали верблюда я не знаю когда я смотрю французский парфюмерный банк данных насчитывает своем каталоге более 8000 названий современные духи могут состоять даже из 300 различных компонентов для создания духов используется свыше 6000 наименований различного сырья и вот интересный факт горожанин когда когда живет среди шумной цивилизации он не ощущает до семидесяти процентов даже городских запахов африканец который живет в дикой природе способен уловить запах своего друга который прошел по лесной тропинке несколько часов назад известно что организм отличает один запах от другого в обонятельной луковице у рыб с их фантастическим обонянием луковица огромная а мог мозг с пупырышек у человека наоборот почему выяснилось у человека и не только у него обработка информации занимается не только луковица но и мозг ученые теперь считают что когда-то наш мозг от того и стал расти что начал обслуживать обоняние а потом окреп и взял на себя другие функции и стал тем чем стал но это так ученые говорят еще интересный факт у женщин обоняние развита лучше чем у мужчин то есть в женском головном мозге на 50 процентов больше обонятельных сенсоров чем у сильной половины человечества поэтому спрашивать о духах понравились они или нет лучше у подруги чем у супруга приятный запах может вызывать у нас чувство счастья интересно что экспериментально установлено что аромат который вам приятен оказывает влияние на ваше хорошее настроение то есть запах ванили считался ароматом счастья для большинства людей каждый человек имеет свой неповторимый запах также как и отпечатки пальцев но есть один запах который ощущает организм одинаково это цитраль это искусство выведенный цитрусовый аромат причем ощущаем запах мы мозгом а не носом нос только обнаруживает молекулу запаха и распознает и их мозг обоняние можно натренировать как мышцы то есть чем чаще и больше человек нюхает тем сильнее и проницательный становится обоняние интересно что новорожденные младенцы имеют стопроцентное обоняние но теряют его за год жизни на 40 50 процентов а вот теперь интересная вещь патрик зюкинс это немецкий писатель и кино сценарист свое время сказал очень серьезные слова я хочу их внимательно чтобы вы выслушали люди могут закрыть глаза и не видеть величие ужаса красоты заткнуть уши и не слышать людей или слов но они не могут не поддаться аромату ибо аромат брат дыхания очень серьезные слова я бы хотел привести несколько интересных историй которые напрямую связаны с запахами когда мы читаем историю об ассирийском царе сарданепале он будучи свергнут с престола избрал для себя интересную смерть действительно достойную любителя роскоши он приказал сложить костер из благовонного дерева взошел на него вместе с женами и сокровищами и задохнулся в облаке ароматного дыма интересно что ароматы входили в число хитростей которыми клеопатра покорила марка антония она встретила флот антония на корабле паруса которые были пропитаны парфюмами и шекспир говорил об этом так а пурпурные были паруса напоены таким благоуханием что ветер млей от любви к ним льнул интересно что при строительстве многих мусульманских мечетей и храмов в известковый рабор раствор добавляется мускус чтобы раскаленные солнцем камни испускали дурманящий и окутающий аромат еще такой интересный факт в эпоху чумы духи спасли марсель или марсель в 1722 году четыре человека которые грабили трупы изобрели средства чумы когда их поймали грабители выпросили помилование за рецепт своего чудотворного средства именно благодаря снадобью город был спасен то есть запах отпугивал насекомых переносчиков болезни хочется провести небольшой экскурс по запахам который мы все ощущаем но даже не знаем их название первый интересный запах петрикор это тот успокаивающий приятный запах который мы обычно чувствуем перед грозой это именно так называется запах как оказалось он связан не просто с надвигающей бурей как все привыкли считать а с жизнедеятельностью об и обыкновенных анти но бактерий то есть это они чувствуют это приближение грозы и начинают усиливать свою деятельность и спускают такой газ второй газ который с которым наверно каждый из вас сталкивался это хлорамин он как-то связан с ужасным запахом хлорки в общественных бассейнах оказывается запах это даже не хлора а именно вот этого хлорамина который возникает при реакции между хлором и аммиаком еще интересный запах это антонтиол это сжиженный нефтяной газ ну в основном этом в снг используется по своей природе он не обладает ни запахом не цветом вот всем знакомый неприятный запах тухлых яиц или испорченной капусты появляется у бытового газа из-за добавления в него вот этого вещества и единственная причина по которой это вещество вообще добавляют сжиженный нефтяной газ это по технике безопасности чтоб легче обнаружить или прибором или с помощью животного еще интересный запах триметиламиноксид некоторые люди вообще ненавидят запах рыбы причем так сильно что даже не могут ее есть впрочем эти же люди обычно не испытывают особой проблеме когда контактируют с живой рыбой или с аквариумными рыбками и все дело в том что живая рыба не обладает вот этим резким неприятным запахом который появляется именно после ее смерти вот эта знаменитая вонь возникает именно из-за вот это вещества то есть побочный продукт который содержится в рыбах при их жизни интересный запах следующий кофе вообще хорошая еда обычно пахнет приятно но некоторые про продукты пахнут довольно плохо никто не станет спорить что кофе пахнет очень приятно его запах настолько хорош что с этим соглашаются даже те кто не любит сам вкус этого напитка дело в том что во время приготовления это когда жарят варят парят перемалывают обычно образуются новые вещества и кофе не исключение из этого правила когда готовится кофе образуется свыше 800 химических соединений и 20 из которых связаны с его выдающим ароматом хотя причастна всего к этому 631 вещество то есть в разной степени еще интересный запах библихор этот запах образуется при распаде химикатов которые использовались для производства бумаги этот запах чаще всего вы можете встретить в старых книгах этот запах исходит именно от целлюлозы и лигнина которые содержатся в любой бумаге лигнин это тоже самое органическое вещество из-за которого страницы старых книг начинают желтеть они распадаются через несколько лет своего образования производя при этом различные кислоты и в итоге всем известную целлюлозу поэтому старые книги можем видеть как бы как по бежалости такие это разлагается вот это вещество еще интересный запах свежескошенной травы отличается поистине приятным ароматом этот запах нравится практически всем хотя трава с вами не согласилась бы то есть если задуматься легко себе представить как вот эти срезанные травинки кричали бы от боли если могли вместо этого не выделяют растительные летучие органические соединения которые мы ощущаем нашим носом то есть они стараются закупорить эти сосуды то есть все это существо из запускает вот эти механизмы защитные против грибка и бактерий которые норовят поразить поврежденные участки растений а нам нравится этот запах запах моря люди очень часто стремятся на пляже чтобы насладиться видом бирюзового горизонта тихим бризом приятным запахом моря вот этот аромат который мы обычно ассоциируем с побережьем интересно выделяется не водой он выделяется бактерий из молекулы лимитил сульфида то есть он происходит происходит производится вот этим фитом планктоном которые обитают в море особенно на побережье есть еще один неприятный запах с которыми сталкивался каждый это запах кишечных газов вообще ни один из список запахов и ароматов не был бы полным без именно вот этого пункта вообще кишечные газы не имеют какой-то один конкретный запах иногда мы можем даже не чувствовать однако нередко они воняют так сильно что способны разогнать целый зал людей то есть мы посмотрели есть очень много запахов есть приятные есть настолько неприятные что даже и смертельные о чем говорил апостол павел в нашем тексте и вот когда мы снова открываем этот текст о чем говорил павел в этом отрывке о том каким парфюром поле пользоваться или что нам покушать что потом не пускать газы или как часть часто мы должны мыться и следить за своим телом вообще что библия хочет сказать нам вот в этом наставлении дело в том что здесь апостол павел поднял очень сильную тему речь идет о нашем влиянии причем как каждого лично так и всей церкви в целом интересно ученые провели исследование это два профессора николас крестакис и джеймс фаулер на экране у вас джеймс фаулер и они очень убедительно показывают что самые важные решения как в работе так и в личной жизни человек принимает главным образом потому что его друзья предприняли нечто подобное и самое интересное что при этом каждый глубоко уверен что действует по собственной воле обдумал и взвесив все за и против и они задались вопросом какие именно сферы подвержены столь радикальному влиянию среды и меня поразило их исследование и они сказали что в принципе все обратите внимание это физическое состояние например склонность к ожирению или к примеру к долголетию равно как и мира счастья которые мы испытываем они вызваны не случаем и даже не генами влиянием вдумайтесь в это то есть влияние это слепок наших социальных связей что здесь подразумевается депрессия развод курение щедрость пьянство частота половых отношений участие в выборах вероятность самоубийство язык тела подход к жизни это все мы перенимаем друг у друга иногда простое действие незаметная черта одного человека стремительно перекидывается на десятки членов его круга и распространяется как круги по воде и самое интересное этим пользуются люди особенно когда происходит допустим выборы предвыборные кампании и от все о чем мы говорили раньше это было как бы вступление и теперь вопрос а как мы можем стать запахом который ведет именно в жизнь других людей как вообще оказать на других людей такое животворное влияние практически вот для этого есть очень интересный отрывок библии это как бы ответ на нашу тему сегодня давайте откроем вместе с вами книгу второзакония и мы прочитаем 30 главу с 19 по 20 стих бог обращаясь к нам говорит такие слова во свидетели перед вами призывая сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение проклятие избери жизнь дабы жил ты потомство твое любил господа бога твоего слушал глаз его прилеплялся к нему ибо в этом жизнь твоя и логота дней твоих чтобы пребывать тебе на земле которую господь с клятвой обещал от санта и аврааму исааку иакову дать им когда я смотрю на этот текст вы посмотрите вот это наше влияние зависит от следующих факторов которые обязательно должны быть в комплексе первое мы должны каждый день делать правильный выбор своей жизни то есть я хочу жить только с богом второе моисей говорит мы должны любить господа третье у нас есть личный бог то есть бог не для всего мира а мой вопрос не в приватизации а именно вот в этих отношениях с ним дальше я умею слушать его голос помните в иоанна в 10 главе в четвертом стихе христос говорит овцы мои слушаются меня знают голос мой и последний момент который подчеркнул моисей и каждый день прилепляюсь к богу потому что моисей говорит именно в этом наша жизнь и наше влияние для жизни среди окружающих нас людей хочется вспомнить очень серьезный стих на эту тему который ставит перед каждым из нас вопросы и заставляет задуматься над этой темой мы друг на друга все влияем влияние это не отнять все то что в жизни совершаем другие повторят опять мы все влияем на кого-то нам от людских не скрыться глаз вся наша жизнь слова работа кого-то создает сейчас чудесно если то влияние покажет людям верный путь и взяв пример для подражания пойдет за богом кто-нибудь а если нет то это страшно ведь за тобой давно следят возможно ты встречал однажды внимательный ребенка взгляд когда кричал ты спорил злился всех обвинял а он смотрел и несознанно учился хотя таким быть не хотел влияние наша тем сильнее чем больше люди верят нам чем выше мы для них мудрее тем глубже в сердце будет шрам от наших маленьких ошибок от опрометчивых шагов от всех не искренних улыбок от грубых слов от лживых слов о быть к себе нам нужно строже ходить на цыпочках друзья пусть это стоит нам дороже но планку опускать нельзя не только за себя в ответе но и за тех кто так следит кто все запомнит и заметит а после это повторит имея в сердце оправдание раз можно брату то и мне нам не изгладить то влияние пока живем здесь на земле о как нам льнуть к иисусу нужно о как держаться за него чтобы наша с ним святая дружба нас защищала от всего чтобы мы в христа преображались а все кто с нами по пути ногой об нас не спотыкались на нашей жизнь на нашей жизни укреплялись и продолжали вверх идти я бы хотел вместе с вами после вот этих слов помолиться дорогой господь мы приходим к тебе и приносим благодарность благодарность за твой любовь что ты в своей любви учишь нас кем мы должны быть для себя для окружающих для тебя как каждый лично верующий так и церковь целом господи сегодня ты обращаешь внимание еще одна на одну деталь что такое церковь это то влияние тот запах который может или приводить к жизни или к смерти господи помоги об этом думать чаще чтобы понимать какое влияние мы оказываем на окружающих что мы ведем или к чему мы ведем их господи помоги об этом чаще думать просим во имя твое аминь в конце я хотел бы вместе с вами закончить такое это размышление интересным призывом апостол павел галатом в 6 главе с 9 по 10 стих это в современном переводе месседжа говорит интересные слова и так давайте не позволим себе вставать делать добро в правильное время мы пожнем хороший урожай если не сдадимся и не оставим это поэтому с этого момента каждый раз когда у вас есть возможность давайте будем трудиться чтобы быть полезными всем начиная с самых близких нам людей своих по вере аминь аминь